Всем привет! С вами Мисс Апаш, и сегодня я посвящу отдельное видео бою с Нитхёк в задании расплата. Я расскажу, как можно с ней справиться, используя кое-что из новой экипировки, которую мы получили, начиная с лагеря Фрейра, а также дам ряд советов. Начну я с подготовки к бою. Это нужно сделать до входа в её прежний дом. Кому эта часть неинтересна, можно сразу перейти к просмотру боя по таймингу в описании к видео. Здесь я решила сделать ставку на рунические атаки и реликвию, и в первую очередь на силу и урон рун, так как восстановить эти атаки можно перезагрузкой после каждого боя. Восстановление более актуально на третьем этапе боя, который самый длинный. Итак, броня. Надплечики лучезарности я решила оставить. Их я получила в задании Тайна Песков в Альфхейме. Хотя можно было всё-таки поставить новые надплечики духов, которые мы получили в лагере Фрейра. Правда, будет проигрыш по силе, рунам и удаче. Однако восстановление будет в плюсе. Но надплечики лучезарности дают удачу, и она может пригодиться с учётом бонуса новых обмоток и пояса духов, которые я решила поставить для боя с Нитфёк. Их можно было создать в лагере Фрейра. Несмотря на мою приверженность к наручам и набедренникам Нидавелира, в силу бонуса с замедлением очищения шкалы оглушения, я их сменила, потому что оглушение с Нитфёк не работает, оно возникает при нанесении определённого урона. Обмотки и пояс духов существенно повышают характеристику восстановления, но при этом понижается защита и живучесть. В итоге живучесть у меня будет на нуле, но, учитывая неплохие показатели защиты, это будет не критично. С учётом бонуса, также имеется шанс, хоть и низкий, ускорить восстановление рунических атак выбранного при атаке в ближнем бою оружия. Теперь оружие. Что касается топора, то у меня вариантов особо нет. Четвёртого уровня у меня только яростные избиения с максимальными характеристиками по силе. Хотя, если улучшены другие варианты, рукояти тоже будет неплохо. Например, счастливое топорище гуара повысит удачу, а усиленное ледяное топорище восстановление. Всё будет в тему, но это оружие у меня будет не первого плана. На мой взгляд, лучшим вариантом в качестве основного оружия будут клинки с большой площади поражения и возможностью атаковать на большей дистанции. У меня стоят рукояти неугасимой искры, которые дают максимум на этом уровне по силе руна. Но если бы были улучшены до третьего уровня рукояти проклятой императрицы, было бы очень кстати. Они повышают удачу, но главное, имеют бонус по повышению силы и рун при каждом ударе клинками. В общем, потом улучшу их, чтобы использовать при возможности. В бою я решила испытать новую руническую атаку «Блеск Гелиоса». В первую очередь, за счёт возможности использовать дистанционно и короткого времени восстановления. Несмотря на то, что у меня руна «Воздаяние Ада» сильнее по урону, но с ней нужен контакт, а это будет посложнее реализовать. И самое главное – щит. Тут я решила поменять щит на расколотую звезду. Он заряжается при движении, причём достаточно быстро. И при ударе заряженным щитом наносится ощутимый урон. Щитом Бесстрашия можно нанести урон только при успешном парировании. И то он будет поменьше, чем у расколотой звезды, так как он в первую очередь оглушает врагов, а с Нитхёк оглушение не работает. Парирование сложнее применять, если нет хороших навыков. В общем, щит расколотой звезды может быть единственным оружием на первом и втором этапах. Этого будет достаточно. Что касается реликвии, я предлагаю испытать новую, которую мы получили за бой с Фиски – Лезвие Смерти. В общем, эта реликвия накладывает Беврёст, во время которого урон достаточно ощутимо увеличивается. В целом, мне её применение понравилось. Идеально наложить Беврёст и использовать руническую атаку. А бой с Нитхёк состоит из четырёх этапов. С каждым этапом она применяет более интенсивные атаки. После каждого этапа можно загружать последнее автосохранение. Тогда все рунические атаки и реликвия восстановятся. А здоровье восстанавливается и без перезагрузки после каждого этапа. Это немного облегчает ситуацию. А теперь об атаках. На первом этапе Нитхёк может сделать рывок вперёд с ударом мордой и наносить удары лапами. Большинство ударов можно парировать или блокировать. А вот удары с Беврёстом с красными кольцами нет. При этом наносится урон плюс Беврёст. На первом этапе такой удар она наносит редко и по одному. Для завершения этапа нужно снести всего полтора деления здоровья. А вот на втором этапе таких ударов лапами с Беврёстом уже сразу по два с двух сторон. Лучше держаться посередине. При первой атаке нужно уходить в одну сторону и тут же в другую от второй атаки. На этом этапе она начинает заряжать свой хвост. И чтобы прервать процесс, нужно дважды ударить её щитом во время двойных колец. Иначе урона не избежать на любом расстоянии от неё, причём он будет самым сильным. Для завершения второго этапа нужно снести в совокупности четыре деления здоровья. Третий этап – самый длинный. Нитхёк уже меняет позиции и проводит новые атаки. Сначала она на дереве слева, потом перемещается или на другое дерево, или в центр. Когда она высоко на деревьях, она не уисима для атак. Только когда её морда внизу может быть нанесён урон, и то с большим риском. Так что имейте это в виду. На деревьях она сначала проводит атаки хвостом, как лазером. Затем атаки через разломы в первый раз всего две, а потом уже по три таких. Завершают серию атак на дереве запускаемые из сферы по три штуки. Тут только постоянное передвижение. На определённом этапе Фрейя ставит печати. Если на дереве слева, то тогда нужно туда запустить топор и дождаться взрыва. На дереве же справа печати нужно поджечь клинками. После этого Фрейя проводит атаку, и Нитхёк перебирается в правый или левый угол поля боя. Её очень удобно в это время атаковать. Когда она по центру, она может проводить все другие атаки, что на первом и втором этапах, а также через разломы. Но есть новая. Она может раскрывать своё брюхо. В эти моменты она особо уязвима. Но, как я заметила, лучше в это время подготовиться к последующей её атаке. Если это просто поток осколков материи, то блок щитом поможет. Хотя, иногда он почему-то не срабатывает. В общем, выставлять щит я потом стала стараться заранее. А вот если из брюха вылетают сферы с красными кольцами, то тут только уклонение. На этом этапе нужно снести все деления здоровья за исключением одного, чтобы перейти к заключительному этапу. А он достаточно короткий. Нитхёк уже проводит сразу по четыре атаки с ударами лапами с беврёстом. Поэтому главное уворачиваться. А когда Фрейя наложит печати при раскрытии брюха, туда нужно запустить топор. Но клинки тоже сработают. В бою можно также использовать спартанскую ярость для увеличения урона. Но сработает она лучше, когда Нитхёк по центру или в углах поля боя после атаки Фрейя. Но я говорю про третий, самый сложный этап. Но ярость работает и на первых этапах боя. Хотя я не вижу смысла там её применять. Мне показалось более эффективно бросание камней с нажатием ль-2, так как эффект оглушения тут плохо работает. Помимо этого, в момент ярости Кратос неуязвим к атакам Нитхёк. Так что этим эффектом тоже можно воспользоваться. В заключении суммирую по бою. Каждый этап, за исключением последнего, у меня начинается с реликвии Лезвия Смерти для повышения урона следующих за ней рунических атак. И затем сильные удары клинками в подходящие моменты. Щит Расколотой Звезды очень хорошо работает даже в одиночку на первых двух этапах. Да и позже. Ярость тоже вносит свой вклад. Остальное это уклонение или парирование и удары щитом в хвост при двойных кольцах. Когда Нитхёк высоко на деревьях, атаки нет смысла проводить. А теперь смотрим кат-сцену и бой уже без комментариев. Вот. Я чувствую источник магии, привязавший меня к Мидгарду. Что это за место? Мой дом. Здесь я родилась. Стой. Что-то не так. О-пин-бэ-ра. Корни мирового древа, связанные проклятыми узлами Одина. Вот как ему это удалось. Ну... Жен. Фрая! Нитхёл! Эта тварь... Она служит Одину? Нет! Она защищает корни их Драсили, где бы они ни были. Ублюдок на это и рассчитывал. Вот так! Не отступай! Нам надо добраться до корней! Тащи, не то она спрячется в разрыве между мирами! Тащи, не то она спрячется в разрыве между мирами! Она всё ещё мешает! Откони её от корней! Я знаю! Подгадай момент! Всё! Тащу! Чёрные! Продолжение следует... 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 Если честно, ни то, ни другое, какая-то часть меня по-прежнему злится и всегда будет. Всегда будет злиться! Ну нет. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Послушай, все, что между нами случилось... Не объясняй. Не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя, и не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Ты мне не считаешь жалеть. Иди кое-что. За бои с Нитхёк нам дали амулет к Драсиле с чарами «Стойкость Мидгарда». В амулет можно вставлять чары. Пока доступны только две ячейки. Чары «Стойкость Мидгарда» повышают восстановление на 10 единиц. Также есть бонус с увеличением урона от всех атак и способностей Кратоса, связанных с дальним боем, в зависимости от восстановления. Но этот бонус будет работать только в наборе из трёх Мидгарских чар. А пока вставим, что дали. Также за бой нам дали замёрзшее пламя для улучшения Левиафана на один уровень. Теперь я. Снова я. То мне пора встретиться с братом. А что потом? Не знаю. Давненько я не принимала решения сама. Дай мне насладиться моментом. На этом на сегодня всё. Смотрите продолжение. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И удачи вам с прохождением. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!